Всем привет! Сегодня я зачитаю историю моей подписчицы, которая уже закончилась и произошла. Это определенные советы бывалого о связи с турком. Как это может быть? Я просто зачитываю ее письмо. Выводы вы делаете сами, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Давайте приступим. Сейчас, как вы знаете, я очень часто слышу в интернете, с людьми общаюсь об этом, со своими знакомыми, друзьями. И очень часто я слышу о том, что очень многие люди хотели бы создать свой какой-то капитал. И жить на проценты с него. Очень много информации в интернете, но обладая информацией, мы, к сожалению, не всегда знаем и имеем представление, как ею воспользоваться правильно. И возникают вопросы. И вот для тех, кто никогда ранее еще не приводил свои финансы в порядок, я знаю хороший эликсир, секрет то, что вам поможет. Вам однозначно подойдет курс Егора. Егор блогер, в том числе учитель, коучер по финансам, по экономике. Я приглашаю вас посмотреть его бесплатный, бесплатный мастер-класс по экономике, финансам. Как все это привести в порядок, свести свои доходы, расходы, научиться копить, научиться вообще распоряжаться своими деньгами. Поэтому я рекомендую посетить бесплатный мастер-класс Егора Арсланова, на котором он расскажет, как создать капитал с ноля, привести все свои финансы в порядок. Вы узнаете, как взять свои деньги под контроль и как снизить финансовые риски, достичь своих целей в будущем. У Егора собственная школа денег, 14-летний опыт в инвестициях и в личных финансах, 4 собственных бизнеса, один из которых уже 8 лет приносит пассивный доход. И он вложил 2 миллиона рублей в свое образование по финансам. Так что переходите по ссылке под этим видео, посмотрите, когда будет ближайшая встреча и регистрируйтесь. Участников бесплатного мастер-класса ждут полезные бонусы. Здравствуйте, Галя! Вы прекрасная женщина, очень хороший психолог. Счастья и удачи вашей семье, а лично вам процветание и всегда оставаться любимой и единственной женщиной для своего сужденного. Спасибо! Долгое время я хотела написать вам письмо, но еще немного сомневалась о происходящем. Но наконец-то убедилась окончательно в своих чувствах и решилась. Наверное, такой истории у вас еще не было. И я пишу, потому что знаю. Вас смотрит очень много женщин. Возможно, моя история заставит кого-то задуматься, кого-то узнать с ней свою ситуацию. И я помогу кому-то не сделать большую глупую ошибку в своей жизни. Мне 38 лет. Я из Украины, из красивых Карпат. У меня есть хорошая семья. Две дочери, 11 и 13 лет. Любимый муж 43 года. С которым у нас семейный рекламный бизнес. Отношения с мужем были очень теплые. Жили душа в душу, все, всюду вместе. Он очень заботился о нас девочками. Никогда ни в чем не отказывал. Очень трудолюбивый, очень умный. И еще я знаю, что он любит меня очень. Он раз и навсегда, на всю жизнь. Нам многие друзья завидовали. Иногда даже вслух. Что мы как не разлей вода. Но 3 года назад я почувствовала с его стороны очень сильный холод. Как будто это стал для меня чужой человек. Он продолжал заботиться о комфорте и быте. О денежной стороне для семьи. Но внимание ко мне стало на уровне плинтуса. Не могли не общаться целых 2 дня. Спать в одной кровати и не поговорить ни слова. Все это случилось в один день, как будто кто-то нас проклял. Я начала читать психологию, чтобы понять, что случилось. Сначала подумала, возможно, я поправилась. Муж потерял ко мне интерес. Мы стали отдаляться друг от друга с каждым днем все больше и больше. И стали за 3 года просто как чужие. Внимания не было. Поговорить больше не о чем и не с кем. Раньше мы постоянно разговаривали о чем-то. Шутили. Где-то обнимают меня, поцелуют. И так приятно от этих мыслей, семейных флиртов каких-то. О другой женщине речь не шла. Он просто закрылся в себе и в работе. Я решила заняться собой. Похудела, похорошела. Другие мужчины начали обращать на меня больше внимания. А мой муж нет. И тогда, в какой-то дождливый день на работе, я установила приложение Emo для работы с отдаленными клиентами. Мне нужен был мессенджер, чтобы делать быстрые видеозвонки без привязки к социальным аккаунтам. Там я встретила своего турка Пашу. Он тоже частный предприниматель. Ювелир имеет свою мастерскую, магазин. Показывала мне все это по видео. У него есть дочка 17 лет и сын 23 года. Жена его погибла в автокатастрофе. Он живет в Стамбуле вместе с детьми. Иногда мама приезжала помогать им, когда все сидели на карантине. Иногда он отправлял детей к маме в поселок. Когда он говорил мне о любви, как он восхищался мной, какие песни мне пел. У него реально прекрасный голос. Я влюбилась и забыла о своих проблемах. Я просто летала в облаках и мечтала сделать развод своим мужем побыстрее. Он предложил мне стать его женой. Он показывал мне картинки колечек, ожерельев из своего магазина с ангелом. Как он постоянно говорил мне, мой ангел, моя любимая. Говорил о детях, о том, что готов бросить все, ехать в Украину на постоянно, чтобы пережить еще одну виску со мной, то есть купаться со мной в любви. Мы перешли на звонки в WhatsApp. Он сказал, что удалил свой аккаунт из ИМО и правда сделал это. Три месяца прошли, как в волшебном сне. Красивые слова, переписки и очень чувственные, но очень редкие встречи на видео, потому что мы оба были заняты и не одни. Не одни в смысле в данный момент в оповещении. Я уже строила планы, как разведусь и уеду жить в Турцию. Паша рисовал грандиозные планы на отдых в Турции, а потом поездку в Украину. Одним словом, я почувствовала себя опять очень желанной, счастливой женщиной. А на своего мужа даже перестала обращать внимание, как будто его не существует. Я почувствовала, как моя семья распадается на глазах. Дети ушли в себя. Я тоже. Муж пропал на работе в большом боксе, где изготавливают рекламные изделия. Паша закрыл мне собой весь мир. И вот через три месяца сказки у моей младшей сестры был день рождения. Я должна была уехать к ней в другой город на целый день и почти не могла писать моему Турку. Он слал мне любовные письма, как ему одиноко без меня, как он безумно скучает. Где-то поближе к вечеру позвонил один клиент и попросил срочно выйти в чат. Я быстро инсталлировала обратно этот ИМО на телефон и вошла в свой аккаунт. Потеряла дар речи. Мой любимый Турак, оказывается, давно вернул себе аккаунт, знакомился с другими женщинами. Кто не знает, как работает это предложение, там есть функция. Кто в сети, вы выходите и видите всех, кто сейчас активен. Можно зайти на профиль человека и посмотреть, и дать запрос в друзья. Я зашла на его профиль, и там уже висело около 70 новых женщин. Русских, украинок, казашек и многих других. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Мой мир просто рухнул. Розовые очки разбились. Я сделала скрин его страницы, отослала Турку с вопросом, что это? Ответ пришел незамедлительно. Оказывается, он хотел проверить меня, не вернула ли я свой аккаунт на этом ИМО. И эти женщины вообще появились там от нечаянного нажатия кнопки, кто в сети. Он хотел выйти из аккаунта, очень спешил и нажал нечаянно. И женщины сами начали ему писать. А он ни в чем не виновен, но я. А как я могла в нем усомниться? Ведь он же так меня любит до безумия. И мы сейчас замуж собираемся тут организовывать. Как я могла опять инсталлировать это ИМО и не предупредить его? Наверное, это просто я хотела прикрыть свой вход в аккаунт и обвинила его в этом первое. Я сделала вид, что поверила ему. И мы пообещали удалить эти аккаунты и больше никогда не возобновляться там. Продолжили писать друг другу на WhatsApp. И еще я забыла сказать, что в связи с моей работой я рано ложилась спать. Ну как рано? В 11 вечера, в 11.30. И утром меня всегда ждала ранняя СМС-ка любви с наилучшими пожеланиями. После случаев ИМО я перестала растить себе чувства, начала их кушать. Еще однажды я проснулась в среде ночи, не могла уснуть, взяла телефон в руки и опять шок. Мой турок в сети, а время 2.50 ночи. Я, не думая, открыла видеозвонок и, как предполагала, там было занято. Он с кем-то разговаривал по вызову. Все. На этом я определилась в своем будущем в один момент. Больше я никакой любви с этим человеком не видела. От него сразу начали приходить дикие оправдания. Что у него жена рожает, что он поддерживает брата по телефону, говорит с ним по видео. Ему пошутило с ним, что как бы рожает вообще-то не его брат, а его жена. Зачем ему поддержка твоя нужна? Он вроде показал, что обиделся. Пел мне о том, что я женщина и знаю вообще-то, как рожать. Что он так любит меня, мечтает, когда я ему рожу ребенка. Я тогда уже не удержалась и написала ему, кто он. И что наши отношения закончились в тот момент, когда у твоего брата закончились роты. Я просто почувствовала, как из меня делали на протяжении этого всего времени дуру и лоха. А я этого не потерплю. Я ненавижу таких людей. Им оказался вроде бы мой любимый человек. Но еще во мне изначально развивается другое, давно забытое чувство к моему мужу. Я начала прислушиваться к своему сердцу и поняла. Ведь я люблю своего мужа. А к турку была какая-то эйфория. Через день после разрыва с турком моего мужа опять как вернули ко мне. Мы поговорили с ним душа в душу. Я рассказала о том, что думала развестись с ним и много другого. Мой муж слушал меня, а потом сказал, слава богу, ты этого не сделала. И просто стиснул мою ладонь. И я поняла, теперь у нас все будет так же, как и раньше. Галя, объясните мне с психологической точки зрения, что это было? Что случилось с моим мужем на протяжении трех лет? А потом все опять вернулось как раньше. За турка даже не спрашиваю. Думаю, женщинам и так все понятно, кто он такой. Я хотела застеречь многих женщин. Не рвите отношения, которые складывались годами, десятиретьями, укрепленные детьми ради какого-то кобеля. Имею в виду кобеля всех национальностей. Заранее спасибо всем счастья в личной жизни и здоровья всей семье. Что было с мужем с вами? Ну, с вами-то все понятно, да? Вы не чувствовали внимания, участия супруга. На самом деле, внимание от него. Он закрылся, ушел в свою пещеру. Поэтому вы искали признание внимания на стороне. Такое бывает практически у многих еще пар, да? Когда это не поддерживается отношение. Отношение, когда устекает вот этот момент доверия. На самом деле, к этому привело то, что он с вами, муж, не делился, а закрылся в себе в своих проблемах. И вы не знали и до сих пор не знаете, что с ним происходило. У меня здесь два варианта. Но так как вы один отсекаете, это ваше право. Вы своего мужа знаете лучше, чем я. Вам, скажем так, судить. Но первое, да, это могло быть какое-то отношение на стороне другая женщина или еще что-то. Какой-то период времени. Но вы этот план отрезаете, этот момент не даете, как бы, возможно, что такое возможно. Так что окей, это ваше право вам знать лучше. Второй момент, который, может быть, скорее всего, произошел. Как вы говорите, однолюб, спокойный такой у меня муж. Это же говорит о том, что у него еще и характер такой, да? Он спокойный довольно-таки человек, закрытая часть, да? Возможно, ему сейчас 43 года, раз в 40 лет, может быть, у него был кризис 40 лет. И существует кризис 35, это немножко другая история. Но кризисы же немножко меняются. Кризис среднего возраста, так называемый. Мужчины, это иногда бывает к 40. Переоценка ценностей. Не только как к среднего возраста, кризис. Чего я добился, к чему пришел. И там мужики начинают спадать в депрессию. Я ничего не заработал, не достиг и так далее. Или там я не реализовал свою мечту какую-то. Не так, как я видел себя в этом возрасте, я себя ощущаю и так далее. В общем, плюсы достижения реальные. Он не видит, а начинает себя гнобить. Переоценка ценностей происходит. И если у нас такой спокойный человек по жизни, рассудительный, не очень открытый, не очень эмоциональный, не бурный такой чувак, то вполне возможно, этот кризис просто пришел попозже, к 40 годам. Это переосмысление мудрости, время, осознавание мудрости своей какой-то, да. И он также спокойно, закрыто мог переживать этот кризис. И так как это личный кризис, с этим не делятся. Он не мог доверительно прийти, как закрытый человек, сказать, слушай, дорогая, у меня депрессия какой-то напала, да. Я вот чувствую себя никчемным, ненужным, в жизни ни черта не достиг и так далее. Потому что что женщина начинает, как правило, делать? Она начинает говорить обратные вещи, пытаться чересчур убедить, да все не так, да ты себя накручиваешь и тому подобное. То есть жалобы какой-то к себе, вот этого ощущения он, возможно, не хотел, поэтому не пришел с этим делиться. И он впал в такую стагнацию, в пропасть, в депрессию определенные, вот это ощущение, поэтому закрылся. Он закрылся в работе, от вас, от семьи. Он в своем, скажем так, коконе жил, перерабатывал всю эту информацию о себе и нарабатывал вот эту определенную мудрость, свой план на будущее, то, чего он хочет. Если бы в такие моменты кризисные переосмысления к человеку-мужчинам, скажем так, оказывается внимание какая-то другая женщина, очень часто мужчины на это и ведутся, и не против такого флирта и так далее, потому что в момент кризиса они думают, что, ну, я, скажем так, может быть, неправильно живу или не с той женщиной, у нас много опыта есть, да, большой, например, у меня есть там 15-20 лет, а может, конфликты какие-то, да, невыговоренные обиды и тому подобное, все это накладывается. Он думает, что, ой, наверное, найду другую бабу, мои проблемы тогда и закончатся. Вот такие мужчины либо начинают гулять, либо разводятся, других женщин находятся, меняют брак и так далее. Но это опять же от того, что если в браке все не так, окей, хорошо, было до этого, есть повод определенный. И мужчина на самом деле с самого себя, от своего кризиса и своих проблем, таким поступком он бежит. Он не решает проблему, он ущет в себе эликсир решения проблем в новой женщине. В таких случаях вы можете от таких мужчин услышать, кто к такому прибегнул и благодарен, да, как спасение. Вот мне там, у меня было переосмысление ценностей, мне вот новая жена, скажем так, она мне подошла, помогла это пережить и так далее. Но если вы его об этом спросите через там десятилетия, когда он уже будет гораздо старше, с опытом, и сам уже переживет свои эмоции, осознает и поймет, что возможно можно было этого не делать. Что в принципе новый брак или новая какая-то интрижка в такой период, на самом деле, это отчасти физиологический момент, поднятие своей самооценки, своего эго и либидо, запрос определенный такой мужской есть, а все, еще ли я еще могу, я хочу пережить эмоции, или могу ли я, скажем так, эмоционально ли, не умер я еще, да, или эмоционально ли, способен ли я флиртовать, завоевать какую-то женщину, вот этот интерес самости определенная. Но если мужчина спокойный, закрытый, то он это может пережить без помощи, скажем так, другой какой-то женщины, ну это я как вариант, да, рассказываю, просто вот закрыться в себе, что-то там переживать, потом раз из этого выйти. Так что я дала такую оценку, а вам хочу что отметить? Совет дать. Вам, как женщине, с мужчиной своим, в семейных отношениях, хорошо, что вы не делали ошибок, и я вам посоветую обратить внимание на доверие, и больше, и чаще с ним, с мужем, проговаривать проблемные моменты, доверять друг другу больше, кризисные моменты открывать в том числе, чтобы просто не обязательно душу вываливать, да, и ждать помощи огромной, просто оповещать своего партнера, очень хороший, кстати, навык для всех, особенно, у кого кризис подходит, оповещать своего партнера о своем состоянии, типа, а-ля, мне сейчас плохо, я в депрессии, мне надо побыть наедине с собой, с тобой это никак не связано, мне надо о чем-то своем подумать, закрыться в своей пещерке, понимаете? А не просто пропадать, закрываться, когда человек в панике, не знает, что произошло, и начинает искать вообще какие-то другие пути, решение этой проблемы. Все очень просто. Пишите ваши комментарии, что посоветуете, какие советы дадите женщине, очень интересно об этом послушать, почитать будет. Также я оставляю свою почту всегда под видео, вы можете мне написать также свою историю, или записаться на консультацию психологическую в скайпе. Спасибо за внимание. Всем пока.